Я несла его вот так по улице, приставляла к какому-нибудь дереву, фотографировала, потом фотографировала с ним вот так, потом он у меня стоял за скамеечкой возле березы. Я фотографировала и отправляла, и письмо пишу, что, сыночек, мы с тобой сегодня гуляли по парку Павлова. Я Богдя Людмила Игнатьевна. Я мама политзаключенного Шишлова Виталия. И я очень жду его домой. Я работала, мне позвонила дочь. Она сказала, что Виталика забрали. Конечно, я убежала с работы, я даже не смогла сформулировать, куда я иду. Я просто сказала, что я ухожу. Я искала его. Потом мне показали его на государственных каналах. И я таки своего сына никогда не видела. Я поняла, что с ним делали что-то страшное. Он стоял в лесу со связанными руками, с измененным лицом, с обувшими глазами. И он говорил то, что ему сказали говорить. Тогда мне было очень страшно. Я поняла, что ему грозит опасность. Он уже в большой опасности. Это однозначно то, что происходило, это была ошибка. Однозначно этого не могло происходить. Потому что там абсолютно абсурдные вещи написаны. И лично по Виталику нет ни единого, ни единого вообще доказательства, ни по одному эпизоду. До этой всей ситуации я держалась на каком-то расстоянии. Во-первых, потому что мне хотелось дать молодой семье немножко простора и самостоятельности. Во-вторых, я сама люблю иметь кусочек своей собственной жизни. И мне показалось, что Настя, это моя невестка, жена моего сына, она тоже такой человек. Поэтому, конечно, я ездила там присматривать за малышом на какие-то праздники. Но особой близости у нас не было. Они обходились своей семьей, им было этого достаточно. Но когда это все произошло, Виталик в каждом письме он писал. Мамочка, помоги Насте. И я могу сказать, что сейчас я так привязалась к этой девочке. Я вот это очень уструю почувствовала, когда мы ходили в парк. Мы катались там с Игнатиком, и Настя каталась. А потом она говорит, вот я хочу покататься вот на этом аттракционе. Вот как малышка. Я говорю, конечно, иди катайся. И у нее такое счастье. Она улыбается, она идет так гордо. И она сидит на этом аттракционе. А я сижу на скамейке и плачу. Мне доходится ее обнять. И я теперь понимаю, что вот она моя семья. Она моя девочка, она моя любимая. Настя решила крестить Игнатика. И Виталик знал об этом. И сокрушался, что его не будет рядом с нами. И мы сделали такую фигуру. И мы ее брали с собой. Мы фотографировались вместе с ним. И Игнатик обнимал своего папу. Мне нравится мой сын не только потому, что я его мама. Конечно, я его люблю, потому что он мой сын. Но я еще его люблю за то, что он такой человек. Он получился. Я бы хотела, чтобы меня окружали такие люди. Я помню, учительница в школе встречает меня и говорит, Людмила Игнатьевна, мне нужна ваша помощь. Виталик отказывается вступать в БРСМ. А она знает Виталика, его там слабые места. Она говорит, я ему сказала, вот если ты будешь в БРСМ, то мы будем ходить помогать бабушкам нуждающимся и оказывать помощь. Я говорю, ну и что? А он, представляете, что мне ответил? А что мне мешает помогать бабушкам и нуждающимся, не вступая в БРСМ? Я говорю, я согласна со своим сыном. На суде приходила учительница его английского языка. И говорит, я когда узнала, что это Виталика обвиняют, он говорит, самый светлый, самый лучезарный парень. Я не скажу, что самый послушный, но абсолютно без агрессии человек. А по поводу не самый послушный, да, в самом деле это так, и я довольна, что это так. Потому что я не хотела, чтобы мой сын, мои дети, мои внуки, вообще люди вокруг меня были просто послушными. Вот это письма моего сына. Только мне. И посмотрите, в каких цветах. Он дарит праздник даже оттуда. Улыбаюсь для тебя, сынок. Я всегда ему пишу. Поменялось все абсолютно в моей жизни. Вообще быта. Быта нет. Он меня больше не интересует. Что есть, там, что одеть, что вообще мне это не важно. И вокруг меня люди, которые все поменялись, все. Поддержка такая, она везде. Везде. Или я покупаю Виталию куртку, и я не могу же ее померить. И люди, когда узнают, прямо предлагают, давайте я, а вот он какой? Он такой, давайте я померю. Он такой, как я. То есть, когда они узнают, что за ситуация, они сразу хотят помочь. Абсолютно чужие люди. И это трогает. Моя дочь ехала на работу, не успевала завести Виталию Ко. Передачу. Вызвала такси. И таксист, когда узнал, куда она едет, он просто не взял с нее плату. Я чувствую эту помощь. Я очень благодарна этим людям, всем. Однажды мы даже на его день рождения, вот этим летом, мы устроили ему фотосессию. Вот. Все наряжались в эти майки, жарили шашлыки и посылали ему фотографии. Там кто-то с перчиками стоит, кто-то вот в каждой, в его маечке, кто-то с шашлыками. И вот ты, когда вернешься, мы будем праздновать вместе. А пока хотя бы так. И вот эти прекрасные люди, которые сейчас в заключении, я не знаю, они лучшие. Они самые лучшие, самые честные. Те, которые не пройдут мимо. Вот в нем никогда не было вот этого подковерного, из-под тяжка, что-то кому-то сделать. Сделать. Нет. Он благородный человек. И я хочу с ним.